Всем привет! Уже много мы говорили с вами про экономику, говорили с экономистами, с аналитиками. Я лишь напомню, что сейчас идет война, которую развязал Владимир Путин. Он напал на территорию Украины и за это на Россию накладываются различные санкции. Россия уже стала рекордсменом по санкциям среди всех стран и ее ждет продолжение. Ее ждет продолжение и много новых санкций. Это, безусловно, ударит по каждому жителю России. Война, развязанная Путиным, действия Путина ударят по каждому жителю России. И мы много всяких аспектов обсудили, но я бы сегодня вместе с Максимом Мироновым хотел остановиться на банковской сфере. Скорее всего, крах банковской сферы неизбежен. Никаких банков существовать не будет, кроме Центробанка и какой-нибудь сберегательной кассы. Все, к чему вы привыкли, будет уничтожено. Никаких возможностей нормально жить не будет и, возможно, будет только существовать. Что сейчас предпринимается, дабы сдерживать путинскую агрессию? Какая судьба ждет банки в России и российских граждан? А также, что дальше необходимо предпринять? Именно это все мы обсудили с Максимом Мироновым. Да, абсолютно. Кто-то начинает что-то понимать, но на самом деле еще все очень далеки от понимания того, что нас ждет. Потому что какие-то эффекты начнут проявляться быстро, какие-то медленнее, какие-то там, может быть, через год, через два. Мы уже видим, что массово уходят все иностранные компании. Это уже заметно. И значит, несмотря на то, что Захарова сказала, что мы сейчас все национализируем, национализируем Икею. Нет, не Захарова, Симоня, так сказала. Пардон, ну, в общем, они там похожие девушки. Но мебель, она не растет внутри магазина Икея. То есть ее кто-то должен привезти из других стран обычно. А если же что-то делается в России, должны комплектующие. То есть мы увидим уже очень скоро, что даже несмотря на национализацию, предприятия начнут останавливаться. Но кто-то может сказать, хорошо, я там работаю где-то в другом, в ресторане, я работаю, там, может быть, таксистом, я вообще работаю в отрасли, которая не связана с иностранцами, меня не коснется. Я вот обозначил сегодня в посте проблему очень скорой, которая коснется практически каждого. Мы все за последние 10-20 лет привыкли пользоваться банковскими услугами, потому что это и удобно, и надежно, и так далее. Так вот, Россию в самое ближайшее время, в течение ближайших месяцев ожидает масштабный банковский кризис. Я объясню, откуда он вознется. Он вознется из самой сути банковского бизнеса. Что такое банк? У каждого банка есть две части баланса. Активы и пассивы. Пассивы — это фактически депозиты вкладчиков, то есть банк берет в долг у вкладчиков в какие-то деньги, и потом формирует активы. Активы — это обычно портфель ценных бумаг. Например, он может складывать в акции, в голубые фишки, в облигации, а также выдавать кредиты предприятиям. И обычно он живет на эту маржу. Соответственно, есть куча регулирования банков. Я не буду давать в подробности, почему. Потому что банки, если их не регулировать, они предрасположены для того, чтобы брать сильный большой риск. Поэтому есть куча регулирования по нормативам, по качеству активов и так далее. Сейчас происходят два мощных шока, не даже не два, а три шока мощных, которые резко ухудшают состояние банковской системы до того степени, что фактически она будет вся близка к банкротству. Какие из шоков? Шок первый. Мы все видели, как поскочили ставки уже по депозитам у всех банков. Наверное, если вы вкладчик любого банка, вы получили, что еще месяц назад ставки были 6% годовых, сейчас 18%. Это значит, что банки вынуждены вслед за действием Центробанка, вслед за оттоком вкладов, поднять резко стоимость заимствований. Но если у них выросла резко стоимость заимствований, чтобы хотя бы не быть в убытках, они должны точно так же резко поднять стоимость в кредитах. То есть если раньше они давали кредиты, может, под 10%, под 9%, то сейчас, если они берут в долг под 18%, они не могут давать кредиты дешевле, чем по 20%. Более того, они должны увеличить не только по новым кредитам, но и по старым. А мы прекрасно понимаем, что бизнес на самом деле сейчас сильно пострадает, потому что народ станет бедней, доходы и экспортные упадут, и внутренние упадут, и проблема будет с комплектующим. Мы видим, что автоваз уже встал, то есть их способность платить по кредитам упала бы даже по старым ставкам. То есть просрочка кредитов, так называемая, она бы выросла. А если еще им дать намного выше ставку, то это значит, что значительная, ну половина всех заемщиков как минимум просто будет не в состоянии выплачивать свои кредиты. И что мы имеем? Это значит, что банкам придется создавать резервы. Что значит создавать резервы? Это значит, что им придется фактически в убытке списывать значительную часть выданного партфеля кредитов. То есть у вас, получается, активы, стоимость активов резко падает. И это не только весь шок на активы. Мы также знаем, что, как я уже сказал ранее, банки держат часть активов в ценных бумагах. Биржа закрыта. Но мы все прекрасно понимаем, что если ты закрыл биржу, это не значит, что цены активов не изменились. Нет, они резко упали. Мы можем смотреть на международные биржи, что стоимость акции и Сбербанка, и Центробанка, она в письку упала до нуля. Это значит, что все активы, которые держатся Российскими Банками, не так же сильно обесценились. Может быть, до нуля, но там в разы. В пять, в десять раз в легкую. Как только откроется биржа, баланс этих стоимость активов резко упадет. И получается так, что на самом деле долги-то перед вкладчиком не сократились. Сколько вы должны были вкладчикам, столько и должны. У вас не сократились обязательства. А активы, против которых вы держите пассивы, они резко упали. Упали как стоимость ценных бумаг, так и стоимость кредитов, которые выдали. И это значит, что у всех, я уверен, не почти у всех, а у всех банков капитал уйдет в минус. Что значит минус? Это значит, что банк банкрот. Его нужно либо банкротить, выдавать вкладчикам, соответственно, гарантированность. Миллион четыреста тысяч дадут, выдадут, все остальное будет списано. И на самом деле есть второй вариант, что, я думаю, более вероятный. Госбанки просто национализируют частные банки, потому что госбанки просто зальют деньгами. Им просто напечатают и выдают деньги. Но частная банковская система просто в России очень скоро перестанет существовать. Кто-то может сказать, что банк, Центробанк может ослабить нормативы. Например, разрешить учитывать кредиты и ценные бумаги по состоянию на, например, начало февраля 2022 года. Но это же все обман. Да, мы можем временно нарисовать красивые балансы, не закрывать банки мгновенно. Но это банки превращаются в банки-зомби. Что значит банк-зомби? Это значит, что у тебя все равно стоимость пассивов намного больше, чем стоимость активов. Это значит, что вкладчики, которые поумнее, которые прекрасно понимают, что их вклад не обеспечены активами, они быстрее побегут в банки забирать свои деньги. А когда эти люди побегут в банки, побегут остальные, и все равно банки обанкротятся, рынок не обманешь. Так же, как только началась заваруха, сразу все потянулись покупать доллары, потому что на этом уровне все поднимают. Точно так же побегут в банки. Поэтому я думаю, что очень быстро банкская система частная полностью перестанет существовать. Либо обанкротчена будет, либо присоединена к национальным банкам. И так же хочу подчеркнуть, я уверен, что особенно состоятельные вкладчики потеряют деньги, потому что просто будет не в состоянии система обеспечить вклады, которые большие. Что будет с валютными вкладами, мне тоже непонятно, потому что мы знаем, на чем была основана стабильность российской, в том числе, валютной системы. Что у Центробанка были огромные резервы. То есть если вдруг на много валютных вкладчиков приходят банки, берут доллары, банки идут на биржи, покупают валюту Центробанка, если вдруг ее не хватает у экспортеров, и выдают вкладчикам, потому что резервов много. Сейчас резервы арестованы, на самом деле их нет. Можно сказать, что их нет, они есть, но их нет. Не может сейчас Центробанк мгновенно предоставить ликвидность на рынок. У экспортеров огромные проблемы с получением валютной выручки. Газпром под санцами, нитяные компании не могут продать свою выручку. И в других отраслях такая же история. Мы сегодня слышали, что Боинг отказался от закупок российского титана. То есть вот просто поток долларов, он уже претелся в ручеек. И вполне возможно в какой-то момент Центробанк принят решение, как уже был указ Путина, если вы видели, что он разрешил всем платить обязательства в иностранной валюте по официальному курсу в рублях. То есть если у вас есть обязательства перед иностранцами по контрактам, то иностранец должен открыть счет в рублях, и вы ему рубли по курсу Центробанка скинете. Вполне возможно будет принята какая-нибудь такая же история по поводу вкладчиков банков. Если у вас вклад в банки, вы хотите забрать, то еще первый, кто в очереди успеет, может получить валюту, а остальным просто будет предложено получить рубли по курсу Центробанка, потому что, слава богу, рублей Центробанк может напечатать много. Не знаю, какая их будет стоимость. Возможно, будет просто официальный курс, который будет сильно отличаться от реального. Но я думаю, что банковской системе, как мы ее знали последние 20-30 лет, придет конец. Я тут не согласен с Дерипаской, который сказал, что кризис будет в три раза сильнее, чем в 98-й. Он будет не в три раза сильнее, а это совсем другая шкала. Все-таки тогда действительно был сильный кризис на банковскую систему, который был вызван похожими факторами. Но потом девальвация дала мощный толчок и к импортозамещению, и к экспортным отраслям. Резко выросли экспортные доходы, резко сократился спрос на импеттов товара, и Россия после этого уже в 99-м году показала рост, и мы видели 10 лет просто бурного роста. Сейчас будет шок на банковскую систему. Банковская система пропадет. Только не будет вот этого положительного эффекта, никто не будет рад российским экспортерам, никто не будет заниматься импортозамещением, потому что, видим, компания западная уходит, это все нужно инвестиции и так далее. Поэтому можно ожидать уже перехода совсем в другую качество жизни, с точки зрения банковских услуг, уже буквально через несколько месяцев. Ну вот все. Если мы говорим про конкретику, то развал этой системы и приход к одному мегабанку или государственному банку, как он по факту может повлиять на жизнь людей, если мы говорим не про какие-то индивидуальные накопления людей, у которых они есть, потому что у большого количества людей их просто нет. То есть как меняется в этой связи экономика и как это влияет на обычных условных граждан? Объясняю. На самом деле все равно у большого числа людей есть накопление. Например, в России открыто только 17 миллионов брокерских счетов. Конечно, не все они заполнены активами, но тем не менее. И за последние годы народ стал намного более финансово грамотным. Сейчас банковские счета есть фактически у каждого, потому что зарплаты, пенсии, все, платят через банки. Да, будут несколько госбанков, Сибербанк, ВТБ и так далее. Но мы все, кто особенно жил в Советском Союзе, знаем, что происходит, когда происходит монополия. Такой класс в России действительно за последние годы был построен абсолютно крутой уровень банковских услуг. Я жил в многих странах. Могу сказать, что уровень банковского сервиса в российских банках, он просто выше, чем в большинстве разных странах, если не во всех. Вот я сам пользуюсь до сих пор Тинькоу, у них просто офигенно крутой уровень сервиса. Вот вообще без, не то, что без претензий, а вот хочется, в пример, очень часто ставить другим банкам. Вы можете представить, что произойдет, если это все будет, ну, не один, а несколько госбанков, которые, по сути, один госбанк. Это значит, что вот уровень сервиса, то есть чтобы там получить вклад, если вдруг что-то, если у вас не так спишется, комиссии появятся, какие-то там дикие заведения счетов, скорее всего. Потому что, ну, государственная система, она просто не хитина сама по себе. Вот, вспомните, вот Сбербанк в Советском Союзе, там, идешь в окошечко с книжечкой и так далее. Плюс вашим деньгами, может быть, скорее всего, будет тяжело использовать. Все равно сейчас есть некоторые банки частные, которые не под санкциями. Они просто не под санкциями, то есть чисто риски, вы можете платить своим контрагентам, вы можете, ну, сейчас вот виза-мастерка закрыта, но будет UnionPay, скорее всего, вы можете все равно как-то пользоваться деньгами. А если у вас деньги будут в банках государства, которые все под санкциями, ну, это значит, что за пределами России я не знаю, как вы будете им пользоваться. Значит, что вот только если в авоське кэш вывезти, если вам дадут в стране, но это уже не банковские услуги, вы не сможете заплатить этими деньгами никому, фактически, кроме как вот в магазине в российском. Ну и, конечно, все потеряют, потому что, как я уже сказал, что, скорее всего, накопление порежет. Даже если вы формально не потеряете, то миллион четыреста тысяч рублей, который у вас останется, это совсем другой миллион четыреста, который был, например, полгода назад. Потому что, как я сказал, скорее всего, будет система залита деньгами. Это будет огромный всплеск инфляции. Я думаю, по результатам этого года инфляция будет минимум 30-40% годовых, а может и больше. То есть вы просто потеряете треть своих накоплений просто из вспышки инфляции. Скажи, пожалуйста, как это может отразиться на бизнесе? То есть мы понимаем, что большая часть бизнесов, да, она, ну, кредитуется, и под это она что-то выстраивает. Это может быть малый бизнес, это может быть средний бизнес. А бизнес – это буквально вот все то, что нас окружает, да. Это магазины, в которые мы ходим, это продукты, которые мы покупаем и все остальное. В такой системе, которую ты описываешь, вот в таком глобальном кризисе банковской системы, как это может сказаться на вообще весь сектор, связанный с потреблением и с тем, ну, вот вообще с той жизнью, да, о которой мы говорим? Ну, по бизнесу это будет очень мощный удар. Благодар не зря во время всех кризисов, что делают все правительства, они снижают ставки и кредитования. То есть мы видим вообще во время пандемии просто ставки держались ноли, сейчас держатся и просто заливают деньгами, чтобы как раз помочь бизнесу, потому что у них проблемы со спросом, и покупателям, и производителям дают кредиты по дешевым ставкам, чтобы покупатели тратили, а производители могли дешево кредитоваться для расширения производства или для финансирования производства. Здесь смотрите, что происходит. У нас резкий скачок ставок, это значит, что если ты хочешь получить потребительский кредит или ипотеку, или любой кредит на любое потребление, это станет намного дороже, это значит сокращается резко спрос на все услуги, на все товары, вообще на все. Но также вам для того, чтобы как-то расширить производство или просто элементарно профинансировать оборотные средства, закупку материала, выплату зарплаты, вам тоже резко выскочит сценник. Поэтому я думаю, что сейчас пойдет массовая волна банкротств. Вот прямо массовая. То есть мы такой волны банкротств не видели никогда, включая 98-й год. А, естественно, какие-то бизнесы останутся, потому что все равно людям нужно покупать еду, все равно нужно трагически стричься, еще что-то такое делать. То есть все равно нужны какие-то базы товаров. Но это все будет совсем другого качества. Уже не будет таких крупных, скорее всего, в большом количестве салонов. Все это будет максимально дешево, максимально просто, максимально без закупки дорогих материалов. И, конечно, и прибыли резко сократятся. Главное, что количество. То есть много людей просто на улице останутся, и просто целые отрасли просто уйдут с рынка, потому что люди не смогут себе позволить. Ну вот турбизнес уже сильно пострадал. Естественно, никто больше за границу не может поехать. Все там отели, которые работали на иностранцев в Питере, в Москве. Ведь не секрет, что Питер и Москва, это почти все отели работают, в основном, на иностранцев. Ну вот можно ожидать, что просто иностранцы не поедут. Девелопмент, который живет за счет кредитов и за счет ипотеки, которая с другой стороны покупает товары. Это будет массовое банкротство девелопмента. Поэтому, да, киоск, который продает магазин, еду, базу, супермаркет, мне, конечно, останутся. Видоизменные останутся, там будет намного меньше товаров, потому что просто уже есть проблемы с поставками. Но куча бизнесов просто разорится. И скажи, пожалуйста, еще один момент. Мы сегодня видели информацию о том, что готовятся еще какие-то санкции, еще какой-то пакет санкций, они держатся в секрете. Помимо всего того, что уже принято и будет оказывать влияние на Россию, на российскую экономику. Скажи, пожалуйста, какие еще вещи в отношении России могли бы быть действительно чувствительны, в смысле, ну как бы существенны для российской экономики и власти. И вообще, какой глобально санкционный план? То есть мы вот видим вот все эти принимаемые решения. Это все делается для чего? Значит, отвечу на первый вопрос. Я думаю, что вполне возможно, обсуждая, что называется, контрольный выстрел в голову, это уже эмбарго на закупку нефти и газа, потому что сейчас все равно там как-то есть возможность теоретически хотя бы продавать нефть и газ. И хоть хотя бы там тонкий ручеок валюты на закупку каких-нибудь совсем базовых вещей и товаров роскоши для друзей Путина еще остался. А если ведут эмбарго на закупку нефти и газа, что сейчас обсуждается на полном сериале, то тогда это вообще... Россия упадет даже не в 80-е, там конец, не в 90-е, потому что тогда все равно хоть какие-то производства были. То есть да, было бедно, но все равно Россия что-то умела свое производить. Сейчас Россия все разучилась производить без импортных комплектующих. И это будет возврат к натуральному хозяйству. То есть вот реально там, слава богу, за это время россияне наклопили там много бытовой техники, много машин, много одежды. И как минимум, думаю, пока не отменят санкции, придется пользоваться вот этими товарами старыми, а еду выращивать самим или покупать втридорого. В общем, будет что-то такое. А по поводу второй на твой вопрос, для чего это делается, я не очень же понимаю, потому что Путин показал, что характеристика Бориса Ефимовича была от него очень точная. И я не очень понимаю, если человек уже сумасшедший, и очевидно, видно, что он просто действует нерационально. Он уже всем, очевидно, убил российскую экономику, полностью разозлил свои элиты и просто, можно сказать, вырыл себе могилу. И он продолжает ее усиленно копать. Если ему еще какие-то санкции выдать, которые, прежде всего, уже в полную нищету гонят 90% российского населения, я не очень понимаю в этом смысл, потому что Путин не остановится. Путин уморит там миллион, 10 миллионов русских, ему будет по барабану. То есть у него есть какая-то мечта, я даже не уверен, что все люди, которые у него обитают внутри головы, знают его планы. Потому что явно, что это вообще какое-то там хаотичное движение. И я думаю, что его рациональными санкциями просто не остановить. То есть элита пока, к сожалению, довольно труслива в России. То есть, видимо, нет ни одного человека вокруг него, который может прорваться и просто ему объяснить хотя бы, что происходит. Они, наверное, все трясутся, боятся. Мы видим, что глава Центробанка с дрожью в голову все говорит, давайте не грейте в политике. Хотя явно, в общем, о чем еще сейчас можно говорить в России, как не в политике. То есть нет пока сигналов, что элита готова в отместку на то, что Путин лишил элиты всего, что-то с ним сделать. И тут уже какие-нибудь другие меры. И вот какие я в том числе предлагал в другом своем тренде. Но это уже не экономические санкции. А какие, например? Надо с другой стороны заходить. То есть я как раз написал, что трет, что вполне вероятно будет ядерная война. Ну, такая небольшая. Ну, я реалист, в общем. Если у Путина пойдет совсем плохо операция в Украине, она уже идет плохо. Мы видим, что большие потери личного состава. Мы видим, что украинские города предпочитают быть разрушенными, но не сдаются. И Путин не может просто взять и сказать, ну, что не получилось. Ну, я пошел домой. Всем, ребята, все домой. Мы славно повоевали. На мой взгляд, это маловероятный сценарий. То есть он уже будет добивать Украину, вот, 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 биться до последнего. А что здесь до последнего? Вот, когда он проиграет конвенциальную войну, и это очевидно, что он проиграет. То есть вот уже видно, что он проигрывает ее. Видно, как по морали бойцов. Видно, потому что он не взял ни одного крупного города. Видно, что уже изначально вся эта риторика, с которой шли, что мы идем освобождать народ Украины от злобных нацистов, она уже проиграна. Нет, вот, она уже полностью ушла в мусор. Мы видим, что нет ни одного города украинского, где бы оккупантов встречали хребом с солью. И они сейчас начинают уже судорожно про биологическое оружие, про ядерное оружие. И в какой-то момент Путин придет к выбору. Либо проиграл войну, то есть войска уходят, либо нужно делать что-то еще. Я боюсь, что он сделает что-то еще. То есть, возможно, что он запустит тактическое ядерное оружие по какому-нибудь городу на западе Украины, в том числе, чтобы ядерное загрязнение дошло и до Евросоюза. И тогда, естественно, Украине придется сдаться. Это очевидно, если как вот после Хиросимы на косяке, если у тебя просто уже ядерная бомба тебя фигачит, ну, ты можешь быть очень смелый, быть очень мужественный, но все равно радиоактивный пепел, он радиоактивный пепел. И я очень не опасаюсь, что это будет вполне вероятное развитие сценария. И здесь как раз я думаю, что вообще не Евросоюза, а в целом Западу нужно начинать думать в другом направлении, кроме как санкции. Это первое. Громко и четко анонсировать, что все российские военные служащики, которые сдадутся в плен добровольно, получают автоматически беженство в любой стране Евросоюза на выбор. То есть нужно просто покупать, если они не могут угрозами убедить Путина остановить войну, нужно начинать покупать его военнослужащих. То есть нужно просто предложить им какой-то пакет разумный, чтобы они могли продолжить свою жизнь, если они там дезертируют из российской армии. Потому что, понятно, дезертирство – это уголовное наказуемое преступление. Должны быть им не просто гарантии, но и пакет помощи, потому что солдаты, они же без ничего. Они же, то есть должно быть именно полноценное беженство, способными со всеми. Это первое. Второе. Я считаю, что НАТО и Запад при поддержке ООН должны вести всё-таки бесполётную зону. Несмотря на то, что Путин сказал, что уже будет считать это как акт объявления войны, на самом деле война уже идёт. И война идёт не против Украины. Война идёт против всего западного мира, кто не понимает. Если Путин захватит Украину, то он не скажет, окей, типа, Украину взял, я устал. Нет. Скорее всего пойдёт потом. Ну, вначале подберёт Грузию, Казахстан. Те, кто не сильно там раздражает Запад. И потом пойдёт дальше. Потому что вот уже видно, что Путин не остановится. Вот он уже, если войдёт во вкус, Украину проглотит, то пойдёт дальше. И всё равно Западу в какой-то момент придётся вмешаться. То есть это заблуждение, что можно не вмешиваться с точки зрения, например, той же беспроектной зоны или другими штуками в Украину. Путин проглотит Украину и успокоится. Путин не успокоится. И чем раньше Запад покажет, что он готов отстаивать в том числе уже свою свободу, не свободу Украины, не свободу русских людей, на которых Запад вообще начинает, тем более вероятно смотреть Путина. Поэтому, конечно, я считаю, что при поддержке ООН должна быть как можно скорее введена беспроектная зона. Потому что мы видим, что наземные операции у Путина буксуют. Надо защищать просто города. И третья вещь — это начать нормальную работу с российской элитой. Как я сказал, российская элита сейчас должна быть просто полностью быть разлина. Потому что они потеряли всё. Они потеряли всё, что наворовали за предыдущие 20 лет правления Путина. Мы видим, они теряют не только яхты. Они теряют то, что я сказал про российские банки. Они же потеряли все свои активы. Вот у меня есть инвестиции в российские акции, я потерял фактически все инвестиции в российские акции. Но у меня, слава богу, есть и другие инвестиции, и другие доходы. Для Мордаштовых, для Авина, для Фридм, для всех. У них же там в 90% своих денег в российских компаниях, оставшиеся 10 на Западе, не все заморожены. То есть люди в одночасье потеряли всё. Олигархи потеряли больше всех. И в конце концов Запад должен начать работать с ними, с членами правительства, с Набиулина, чтобы они фактически действовали по принципу, кто вовремя предал, тот предвидел. Чтобы сдавали его активы, чтобы давали какие-нибудь показания на чиновников, чтобы, может быть, ещё каким-то способом просто бросали работу и убегали тоже, чтобы просто начался видимый раскол элит. Пока нет видимого раскола элит. Есть там президент Арафота, который ушёл с работы, есть какой-то чиновник Сбербанка, который ушёл, есть зампред ВТБ Соловьёв, который отстраивал ВТБ-капитал, я его немного знаю, ещё лет 15 в Москве сталкивались. Ну, совсем хитро ушли, без шума, без всего. Нужно именно работать, чтобы был массовый раскол элит. И это, учитывая огромные риски, ведь у Путина есть и новичок, и старичкиючок, и все остальные средства давления и, может быть, убийства этих людей, то есть они должны тоже как-то, вот именно целенаправленно, не как вот массово солдат, но целенаправленно работать вот со всеми чиновниками, чтобы они начали предавать Путина и разрушать систему. Ну, вот как-то так. И знаешь, последнее, что я хотел у тебя спросить, потому что мы видели сегодня, значит, какое-то бешеное ралли по ценам на газ и всё остальное. А вообще, насколько экономически те санкции, изоляции, которые делает международное сообщество, бьёт по ним самим. То есть, насколько долго они смогут их держать, насколько в безопасности и экономика, значит, европейских стран и всего остального. То есть, с этой точки зрения, расскажи, пожалуйста, что ты думаешь. Это удар будет ощутимый, но не критичный. То есть, условно говоря, да, фактура за газ европейских домохозяйств удвоится или даже утроится. Ну, во-первых, сейчас весна, скоро лето, газ в основном используют для отопления, а до осени что-нибудь придумывают. Например, начнут срочно ввести сжиженный газ из других регионов. Это же всё вопрос. Или резко увеличивает производство сланцевой нефти, потому что она резко выросла из её производства. Потом резко упала. Когда цена нефть упала, все спашины закупорились. Я вот когда ездил по штатам, там видишь, по Калифорнии, по Техасу, там просто на сотни километров эти вышки стоят. Как только цена на нефть, например, будет 150 долларов за баррель, мы увидим резкий рост в мире производства нефти. И так же пойдёт с газом. Вопрос же цены всегда. Поэтому я уверен, что сейчас будет шок. Но к осени, когда реально понадобятся большие объёмы газа и нефти, я думаю, что мир решит. Ну и в конце концов, это вопрос нескольких процентов ВВП. Ну, раз Европа и Америка довольно богатые, это будет явно меньший шок, чем ковидный шок. Вполне могут себе позволить. То есть это европейские семьи могут себе позволить платить лишние 100-200 евро в месяц за газ. Это не является каким-то критичным издержкой по сравнению с огромными рисками, которые сейчас уже обозначились. Потому что Путин уже, если ты слышал, через пресс-секретаря Минобороны, уже угрожал Румынии. Он сказал, если вы будете укрывать украинские самолёты, вы в войну. То есть вообще уже, он совсем уже слез с катушкой. Румыния, Филляндия, да. Да, да. И уже стомневается, это 100 евро за газ или ядерный пепел. Это уже вот такой выбор стоит. Поэтому я думаю, что, конечно, удар будет существенный, но совсем небольшой, если брать альтернативу. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Не забывайте подписаться на канал, поставить лайк и комментарий. Я сейчас это делаю даже уже не с точки зрения того, чтобы больше подписчиков там было или просмотров, потому что монетизация всё равно не идёт. Значит, YouTube скоро заблокирует, скорее всего. Поэтому это скорее для того, чтобы больше людей увидело конкретно это и все другие видео, посвящённые войне. И, может быть, это как-то их привело бы немного в чувство. Ну, а поддержать канал, собственно, поддержать производство контента, которое сейчас даётся с большим трудом, можно по ссылке в описании на Patreon она ведёт. Всё, до скорых встреч. Больше не задерживаю. Майкл Наки, всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok